Наверное, из вас многие знают, такой знаменитый профессор Московской Духовной Академии Алексей Ильич Осипов. Ну, по сути дела, такой официальный голос церкви по многим вопросам. Вот недавно мне совсем короткий такой ролик прислали, ну, какой-то фрагмент его выступления, в котором он вдруг говорит. «Те люди, которые на экранах телевизоров, президенты, премьер-министры, это мальчики на побегушках, а правят миром культовые сатанисты, которые справят черную мессу». Конец цитаты. Я посмотрел и подумал, ничего себе заслуженный профессор Московской Духовной Академии дозрел, Если бы это было произнесено лет еще пять, тем более десять назад, сказали бы, ну, Воробьевский снова придумал, конечно, понятно. Так что вот какое-то такое осмысление происходит. Вот, осмысление происходит. И действительно возникает вопрос, а зачем вообще вот эти все ужасные действия, о которых, кстати, намекнул в своем последнем фильме «С широко закрытыми глазами» Стэнли Кубрик, да? Помните, там тоже такая, показана такая вот черная какая-то закрытая ложа, какие-то странные ритуалы, какие-то странные песнопения. И оказалось, кстати, что это действительно некий перевертыш православных песнопений, причем на румынском языке, то есть, значит, в обратное звучание. И, значит, за основу взятый вот тот фрагмент евангельского текста со словами «Долюбите друг друга». Ну, а как там любят друг друга члены этого сообщества, кто видел кино, представляют себе. То есть, вот такая, опять-таки, кощунственная пародия. Так что многие считают, что попытка замахнуться на эти темы и стоила жизни знаменитому американскому режиссеру. Все, всю эту вот такую цепочку подробностей, ну, каких-то вот фактов о том, что что-то такое там в каком-то этом закрытом от нас мире, мягко говоря, неладно, ну, дополняет тоже относительно недавний, относительно недавний ролик, который был снят вот там рядом с Андронным коллайдером. Это вот Ацерн, так называемый, граница Швейцарии и, значит, и Франции. И вот ночь, ведется съемка, вот, оказывается, там в самом центре этого городка установлена, значит, такая скульптура танцующего Шивы, подарок каких-то, значит, индийских товарищей. И вот выходит группа людей в балахонах, рядом с этой статуей, человек восемь, по-моему, в центр этой композиции ложится женщина на спину, вот, и один из них замахивается ножом и вот наносит удар, и все, и тут же как вот уже пляска этой камеры пошла, как бы все, что это было, что это было? Ну, понятно, что это все утекло в интернет, и поэтому там якобы какое-то официальное расследование проводилось. Вообще, вы себе представляете, что кто-то посторонний может проникнуть на подобный объект, передвигаться на его территории ночью без, там, согласия охраны, соответственно, без согласия руководства. Ну, вот, естественно, скандал возник, и руководство этого центра научного, оно стало говорить, что это, ну, что расследование будет проводиться, но что вообще, как бы ясно, что это какая-то такая вот неудачная шутка. Хотя, правда, смешного тут я ничего не увидел, в чем шутка не очень понятна. Какой-то, опять-таки, какой-то странный ритуал, ну, и тут люди, которые, вот, опять-таки, любят вот искать всякие такие вот подробности, созвучия, не случайности, обратили внимание, что, ну, если этот центр называется ЦЕРН, то существует такой ЦЕРНУНОС, по-моему, такой кельтская, одно из кельтских божеств, который буквально означает, как, значит, некто рогатый. Вот такие созвучия, несозвучия. Кстати, вот эта земля, вот эта территория Швейцарии, когда-то в античные времена, она, значит, называлась земля Аполлеон. Опять-таки, такое, нас отсылает это имя, помните, Аполлеон, или он же Авадон, ангел бездны, который командует вот теми, той человекообразной саранчой, которая выходит из бездны в клубах дыма. Вот это, опять-таки, образ бездны тут же возникает. Вот это вот созвучие. Вообще, ведь определенные люди, связанные с кабалой, с представлениями о симпатической магии, о созвучиях, они, конечно, не могут не обратить внимания на подобные вещи. Или, например, на то, что сам корень, у слова, название Британия, означает не просто созвучие с именем кельтского премии Бритов, но и с тем, что по-еврейски Брит означает Завет. То есть, вот опять-таки, с кем-то заключается Завет. Вот эта тема, которая, вот она и с Карфагеном, можно сказать, была связана, и со многими другими закрытыми сообществами. Или, скажем, также слово «раша», которое сейчас нам навязывают, «наша рашка», «наша раша». Вот «раша» тоже по-еврейски нечестивый, тоже интересное сочетание. Я бы это впервые, кстати, вычитал у Евгения Андреевича Авдеенко. Очень рекомендую этого автора, знаток древних языков, толкователь священного писания. И в интернете есть и текстовые материалы, очень интересные, и аудио-видео. Так вот, возникает все-таки вопрос, и опять-таки некое недоумение, как все, что связано с такими вот темными духовными практиками. Ну, а действительно, зачем? Зачем? Ну, вот живет себе там королевская семья, предположим, или какая-то там другая аристократическая семья. Зачем им это все нужно? Зачем нужно, предположим, там было Бушу старшему, Бушу младшему, уж так обязательно вступать в этот орден череп и кости? Тоже со странным ритуалом, когда человека, значит, вот я себе представляю будущего президента, который, значит, раздевается догола, дрожащими руками снимает трусы из себя, выходит, значит, на большие зрения всего сообщества, ему показывают, ложись, там стоит гроб, в этом гробу останки. Это все, опять-таки, все это вылезло на поверхности, публикации они есть. Понятно, что это шок. При этом еще ему нужно осуществлять некую пародию на христианскую исповедь, то есть публично каяться, ну, не каяться в данном случае, а просто публично рассказывать о самых жутких подробностях своей жизни, о которых даже, ну, человек наедине с собой часто стесняется как-то вспоминать. Понятно, что, с одной стороны, это тот самый крючок, тот самый компромат, не имея которого человека никто не будет особенно-то продвигать к вершинам власти, а с другой стороны, конечно, это шок, это инициация, это то, что вызывает, ну, на масонском языке психофизическую трансформацию человека. Конечно, не занимались бы они этой глупостью, как кажется на первый взгляд, этой ерундой, этой какой-то неприятной театральщиной в Швейцарии, в Америке или где угодно, если бы опыт предков, как правило, живет такие родовые вещи-то, если бы опыт предков не говорил, да, взамен-то дается, действительно заключается завет, взамен нечто дается, какая-то, вот, видимо, там, способность властного подавления окружающих людей, какая-то сверхчеловеческая энергетика, необходимая для политика, там, или, там, бизнесмена, или военного деятеля высшего уровня. Вот смысл, вот смысл участия в этих ритуалах.